Друзья, доброе утро! С вами Вера и Женя. Вы на нашем канале. Сегодня 3 мая. Это вторник, родительский день. И сегодня мы перевозим рассаду в магазин. Будем выставлять уже понемножечку. Приготовила вот такую полку. Она стояла в гарже. Сюда идеально подошел вот такой поддончик. Вот. Полочки съемные. Все, я думаю, очень компактненько встанет. Но это не одна полка. Также я буду пользоваться полкой, которая с прошлого, с позапрошлого года. Мы ее уже вчера достали с кладовки, с пристройки. И тоже на нее будем выставлять. Давайте покажу, что я собрала. Как я это сделала. На улицу я уже несколько дней назад выставила примулу, виолу. Примула, которая зацветает, уже цвет понятен, виден. Я ее взяла. Виолу также цветущую поставила в ящичек. Виолу и петунью до этого еще увозили. Потому что все ехали чистить могилки, на кладбище. И сразу хотели посадить какой-нибудь цветочек. И как раз виола их выручала. В общем, так скажем. Значит, приготовила в ящичке колюсы разной расцветки. Так, здесь у меня перец мой зарос. Вот с элозью. Сразу видно, какая она расцветки. Желтенькая уже набирает цвет. Это перистая, не гребешковая. И такого малинового цвета. Гризантема мультифлора. Я поставила по 4 вида каждой мультифлоры. Здесь я подписала цвет, какой у меня. И еще место осталось. Поставила гвоздичку. Гвоздичка тоже цвет микс. Брала семена. Поэтому не указываю, какой она расцветки. Значит, собрала бегонию. Бегонию. Здесь гадеция. Гацания. Лабелия хорошенькая. Вон уже какая она. Прям густится, пышнится. Катарантус. Катарантус тоже. Он уже пошел густиться. Боковых много побегов. Тоже всего понемножечку. По ящичкам поставила. Здесь у меня вербена. Тоже она вся на бутончиках. Вот прям вся-вся-вся. Здесь вот уже даже цвет виден. Здесь у меня алису. Тоже алису шикарный. Здесь по несколько корешков. Можно даже рассадить будет. Стаканчики там большие. Приготовила петунью. Всех расцветок по несколько веточек. Ну, по несколько кустиков. Но это еще не вся петунья, которую мы сегодня будем загружать. Также вот эту петунью. Смотрите, какие хорошие кустики наросли. Кустики большие, красивые. А также вот здесь вот. Вот эту тоже собираем все. Вот, смотрите, кусты шикарнейшие. Уже надо их требовать пересадки. Также вот такие супер-супер-припупер каскадные. Тоже расцветка очень красивая. Все отправляется сегодня в магазин. Сейчас рано, 8 часов. Решили открыться пораньше, поехать. Потому что надо успеть выставить все. Вот, поэтому, в общем, собираемся. Набрала поддончиков. Вот таких плоских. Именно вот на эту настоечку на нашу. Так, а также я возьму несколько подвесных кашпо. Вот, смотрите, какая красота. Ну, тоже тут обобрать надо все. Парочку обязательно возьму с собой. Тоже, чтобы выставить. Также здесь у нас освободится много места. И будем готовить следующие, ну, как бы, партии. Надо и питуньи попересаживать в побольше горшочки. И за другими растениями тоже нужен, в общем, уход. Грузить все мы будем в прицеп. Вот сюда. А потом уже будем подвозить на машине, на нашей. Ну, подтаривать. Женя, привет. Привет. Сейчас быстренько пробегусь по нашему участку. Покажу наши хозяйственные дела. Здесь у нас огуречная влядка. Мы ее сделали. Осталось только засыпать землей. В теплице тоже все готово к высадке томатов. Редисочка подрастает. Все, как говорится, на мази. Гортензию высадила. Гортензию. Большие кадушки. Сады цветут. Сады вообще... Давайте я пока буду таскать. А с Женей вам пройдет по участку и расскажет, как тюльпанчики покажут. У нас цветут. И сады. Держи. В саду у нас 12 деревьев сейчас. Три, кстати, подсадили в этом году. Но одно, я смотрю, дерево не выжило. Это яблонька. Оно лопнуло зимой. И скорее всего от того, что я неправильно его подрезал. Так нельзя срезать. Туда попала вода, замерзла. И оно лопнуло. Ну, я неопытный. Теперь буду знать. Это мне уже подсказали, что это моя ошибка. Итак, вот они наши грядки, в которые мы посадили с осени тюльпаны. Они тоже все набирают цвет. Это из той же партии тюльпанов, что мы выращивали к 8 марта. Скоро здесь будет красотища. Тюльпаны уберем и посадим морковку с луком. Думаю, будет не поздно. Газончик плохо перезимовал. Он же молодой. Я его только садил в прошлом году. И кое-где он вымер. Сейчас будем досевать. И интересно, что в земле, которую мы брали на газон, таскали, добавляли, оказались у нас тоже семена тюльпанов, луковички. И они тоже проросли просто. Поэтому я сейчас его не кашу. Жду, когда они зацветут. Вот здесь тюльпанчики попали. Прямо сразу кучкой целой. Ну, а тут уже Вера сама садила тюльпаны. Выбирала места на грядке. Так, здесь тюльпанчики. Ну, красота. Весна так быстро наступает. Прям раз, и уже весна. Так, вот здесь я переделываю немножко предбанника пол. Патио такое будет для отдыха. Здесь, помните, у нас бассейн же стоит. Вот в этом месте чуть попрохладнее было. Все замерзшее было. Поэтому тюльпаны вот-вот только вылезли. Так, ну и здесь какие-то сорта заморские тюльпанов. Не из наших Вера досаживала. Вот-вот тоже должны зацвести. И будет красота. Вот они набирают цвет. Ждем. Обязательно сниму, когда они все зацветут. Здесь газону тоже плохо. Ничего. Подсеем. Поправим. За лето он сил наберется. Я думаю, в следующем году это не повторится. Так, все, время не трачу. Бегу помогать Верочке грузить. Все, друзья, загрузили всего понемножечку. И полный у нас получился вместе с полочкой. Не забудем подставочки наши. Сейчас куда-нибудь перестроим. И все. Женя подгоняет машину. Сейчас загрузим и повезем. Обязательно сейчас покажу, как я выставила. Сочиним цены, придумаем. И все расценим и выставим. Все буду показывать. Также с прошлого года у меня остались саженцы. Это дуб, сирень. Все благополучно перезимовало. Поэтому тоже за сегодня их вытащу. Земельки где подсыплю. И тоже повезем на продажу. Позвонили родственники с Новосибирска. Хотят петунии. Сейчас мы им дадим всяких разных красивых. Ампельных, преампельных. Чтобы у них была красота на участке. Набрала петунию в родне. Поедет сегодня в Новосибирск. Вот такая красота. Тюльпаны мы в этом году выращивали в гараже. Помните, да? Ссылочку на видео оставлю. Нам очень понравилось. В отличие от теплицы, в которой была куча света. И тяжело было поддерживать температуру одну. В гараже прям классно было. Ну, гараж был захламлен у нас. И в этом году мы решили гараж облагородить. Сейчас здесь положим плитку. Чтобы можно было спокойно уже в следующем году выставлять стеллажи с тюльпанами. Так как с них льется вода. Спокойно эту собирать воду. Ну и, конечно, стены, пеноблок, они промерзали. Несмотря на то, что мы тут небольшую температуру держим, все равно стенки промерзали. Особенно по низу, где-то по углам. И поэтому решено было сейчас снаружи этот гараж утеплить. Чтобы в следующем году теплопотери были минимальные. И это несмотря на то, что в этом году мороза практически не было. А если завернет, как бывает, до минус 40, тут, конечно, все промерзнет и тяжело будет температуру поддерживать. Вот такие планы. Результат покажу. Сейчас буду писать ценники уже. Очень хорошо народ пошел за искусственными цветами. Также живые берут. Вот так полочка наша стала. Все красивенько. Все на поддончиках. Будем поливать. Ничего капать не будет. Так-то, конечно, в планах у меня все выставить. Но я думаю, пусть они будут, в принципе, в ящиках так и стоять. Достал и взял, что нужно. Колиус еще не выставила. Так, это новосибирская коробочка приедут. И на ночь будем вот эту полочку убирать в эту пристроечку. Она у нас как раз должна влезть. Так, мне надо с тебя скорее писать ценники. На то я сюда покажу немножечко полочку, как я расставила. Вот здесь вот все хорошо, красивенько поставила. Подписала ценники. Алису. Вербена какая красивая. Гацания. Гадеция. Вот сюда вот такие чеплашечки подставились мне. Все красивенько. Лизандемочка. Колиус. Зелозия. Наверх тоже потом еще петуняшечек наставим. Еще подзаполним, привезем. Немножечко искусственных цветов сейчас поберут. И здесь полочка уже с петунией. Так, красиво все так издалека смотрится. Привезем плодовые, ягодные деревья. Вот так красиво все. Что, друзья, переоделась. Жарко на улице. Торговля идет. Я, в общем, загрузила петхуа. Едем к Ирине. Повезем ей петхуа на продажу. У нее огромные теплицы. Она занимается более профессионально и дольше, чем я. Вот. Будем знакомиться. И вас познакомим. Нет, мы-то уже знакомы. Будем знакомить вас с ней. Приехали с самой главной цветочницы нашей республики Алтай. К Ирине. Пойдемте в гости. Здравствуйте. А мы к вам с визитом. Привет. Да ты что, у меня там вообще порядка-то никакой нет. Да у меня так же. Вот. Приехали. Показать. Ну, уже с порогу. Смотрите, какая красота здесь у нее. Ё-моё. Обалдеть, не встать. У Ирины здесь все в рабочем процессе. Все как надо у профессионала. Не то, что как у некоторых. В этот момент я должна показать на себя пальцем. Все у нее здесь и черенки, и все. Бархатцы цветут, все пышет. Смотрите, какая красота. Все, все, все есть. Большой ряд подвесных кашпо. К Ирине едут не только с города, но и со всей республики. Вот. Вот. Смотрите, какая красота. Если вам нужно озеленить турбазу, кафе, ресторан ваш, пожалуйста, обращайтесь. Контакты мы Ирины оставим. Вот. Обращайтесь, приезжайте к ней сюда. Смотрите, лук. Ксибишин. Хризантема. Вот сразу. Смотрите, какая красота здесь стоит у нее. Слазить неохота. Калиброшки. Вегетативки. Смотрите, сколько, сколько всего. И хочу обратить ваше внимание, каждый стаканчик подписан. Абсолютно каждый стаканчик подписан по сортам. Она все их знает наизусть, эти сорта. Вот. Поэтому, конечно, человек уникальный, уникальный человек. Все с душой у нее здесь видно, что... Вот, смотрите, Алиса, он вегетативный. В каких кашпобы огромнейших сидят. Вербена. Тоже это маточники у нее здесь. Смотрите. Пол засыпана опилками. Все это тепло. Хорошо. Тоже вот каждый горшочек. И каждый горшочек подписан. Подписан. Ой, молодец. Все красиво. Лабелия. Лабелия шикарная. Вот. Вот просто вообще космическая. Перец. Тоже, смотрю, немножко, наверное, для себя. Здесь, смотрите, какие тайдлы. Все, все прищипано. Все как надо. Все. Вот все, все, все. Каких кашпо крупных. Где-то что-то подписано. Вообще, все, все просто как у профессионала. Смотрите, сколько кашпо подвесных. Здесь уже написано. Здесь уже клиентские кашпо. Бальзамины. Красота. Гвоздика. Все, все, все здесь. Красиво. Все красиво. Это наши привезли. Все. Она их подщипнет как надо. И мы дома подщипнем. Все будет как надо. Звездное небо тоже. Смотрите, все подщипано. Все кустицы, ветвицы. Но, конечно же, это таких трудов стоит. Я вот просто вообще не представляю. Здесь, наверное, надо жить круглосуточно. Круглосуточно. Но это не все теплицы у нее. Еще есть три теплицы. Где еще много-много рассады. Пойдемте туда. Какая фуксия красивая. Как красиво сформировано. Она черенкована все своими золотыми руками. Ну, вообще, красота. Какие кашпо красивые. Фиолетовенькие с беленьким. Кому по фэншую такие, можете приехать и выбрать. Красота. Участок какой красивый. Конечно, тоже грядок по минимуму. Правильно. Руки у нас не скучают. Летом по земле целая. Теплица питуньи. Это пустовая. Вербена. Смотрите, вербена очень красивая. Тоже ампельная. Красота. Смотрите, разнообразные кашпо. С растениями. Я даже не знаю, как называется. Но они точно знаю, вот так вот свисают потом вниз. Очень-очень красиво. Обалдеть. Вообще красота. Пойдемте. Еще теплица одна. О, тут Виола. Конечно, обалдеть. Вот это Виола, так Виола. Но я знаю, сколько у тебя было. Приезжали. Ой, там же это еще штучка. Пойду покажу поближе. Пойдемте скорее посмотрим. Покажем вам. Все покажем. Смотрите, фуксия. Очень красивая. Как сформировано. Красиво. Все. Все как надо. Вот это вот. Смотрите, косы какие. У нее идет. Вот так. Все это свисает. Тоже забыла название. Ира-то все помнит. Все знает. Земляничка у нее. Тут клубничка. Алиссум. Алиссум тоже. Смотрите, какую красота. Кустовая петуния. Виола. Тоже все остаточки. Очень-очень много клиентов. У нее она работает не первый год. Хорошо зарекомендовала. У нее всегда очень красивая, крепкая рассада. Ну, такими золотыми руками, конечно, не может быть и другой рассады. Дети, вот смотри. Тут уже два. Ага. Берем. 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 Сколько черенков. Это процесс просто круговорот. Сколько черенков. Ой, ну вот это не медиа. Вообще. Ну, вообще красота. Так что, друзья, приезжайте. Сейчас не будем на улицу уходить. Сюда иди ко мне. Ой. Тише, тише, тише. Меня потеет. Если у вас турбаза, дача, дома, ресторан, кафе, обязательно обращайтесь к Ирине. Это тот человек, который вам все красиво сделает. И с душой. Золотыми ручками. Так все. Краткий обзор мы вам сделали. Знаете, куда приезжать за такой красотой. Вот. Поэтому пишите. Дом образцового порядка. Ну все, девушек не остановить. Они там еще какие-то цветы вспомнили. Пошли хвастаться, выкапывать, меняться. А я улицу хочу показать. Посмотрите, какая улочка классная. Блин. Вот бы нам такую улицу. Но наша ширина просто не позволит ее такое сделать. Тут сразу плиточка по двум сторонам. Деревья, газончики. Централизованный здесь у них водопровод. И слив. Тротуарчики. Блин, как же красиво. Просто как в сказке. Даже не верится, что у нас есть такие улочки. Красота. Ну все. А мы едем домой. Всего доброго. Пока-пока. Рассадный сезон начался. Рассадный сезон. Рассадный сезон. Продолжение следует...